Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлайз. Сегодня речь пойдет о вот этом замечательном ножике Златоуст. Покажу, расскажу и отреставрирую. Давайте начинать. Итак, друзья, сегодня начинаю новый формат видеороликов. Не просто буду показывать ножи, не просто буду о них рассказывать, а еще и буду заниматься реставрацией этих самых ножиков. Небольшая предыстория. У меня достаточно много друзей, с которыми ходим в походы, с которыми ходим на рыбалку, иногда на охоту, на раскопки ездим. И у каждого, естественно, есть ножик. Вот это нож моего друга. В общем, мои друзья посмотрели мои ролики, что я делаю обзоры на ножи, что у меня есть мастерская, что я точу ножи, делаю ножи своими руками. И предложили мне, а давай мы тебе будем давать свои ножи на обзор, а ты нам за это будешь их приводить в божеский вид. Собственно, я согласился, и сегодня мы начинаем вот такой формат обзор-реставрация ножа. И у нас сегодня на обзоре ножик фирмы Златоуст. Это отечественный, хорошо известный, легендарный бренд златоустовских ножей. Ножик выглядит вот так. Ножику, кстати говоря, 10 лет. 10 лет просто адовой эксплуатации. Это тот самый случай, когда ножом открывали консервы. Ну, вы сами можете увидеть, что от этого бывает ножом. Здесь сколы на лезвии, здесь сколы, ну и отломан носик. Попытаюсь сегодня привести его в надлежащий вид. Изменю немножко форму лезвия. Вот это сточу, здесь заточу. Но все это будет немножко попозже. Сейчас пару слов, собственно, о ноже. Нож покупался нигде-нибудь, нож покупался в самом Златоусте. Мой друг участвовал в автопробеге. И как раз он пролегал через город Златоуст, где, собственно, был куплен вот этот замечательный ножик. Далее 10 лет нож лежал в машине. И участвовал во всех наших экспедициях, походах, во всем, что только можно. Так, я предлагаю прямо сейчас отправиться в мастерскую и немножко поработать над ножом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, пару дней ковыряния, и вот что у меня получилось. Вот такой вот классный ножик стал. Ну, почти удалось хорошо зашлифовать, остались какие-то следы. Но в целом... Так, что получилось? Смотрите, по кончику вы видели, да, что я просто болгаркой срезал вот эту часть. И получился такой у меня новый кончик. Здесь режущую кромку также удалось восстановить. То же самое снял на круге и потом заточил. Ну и полностью переточил нож. Сейчас он на самом деле острый. Небольшой тест остроты. Ну, неплохо. Для такого большого ножа очень даже неплохо. Большого я имею в виду с достаточно толстым лезвием. У него 4 миллиметра. Для сравнения, друзья, всегда хорошо вещи сравнивать. Это златоуст. А это кизляр. Они очень похожи, ножи. Они были изначально еще сильнее похожи, когда у этого был кончик вздернут. Сейчас такой он поспокойнее стал. Вот два ножа. Примерно похожи по идее и по концепции. Но смотрите, друзья. Толщина лезвия. Это златоуст. Это златоуст. А это кизляр. Соответственно, кизляр у нас 2 миллиметра, а златоуст 4. Какой нож предпочесть? Мне кажется. Ответ очевидный. Дальше, если продолжать сравнивать, то вот это какое-то нанесение. Картиночки. А это настоящее травление. Крутое. Дорогое и богатое. Вот. Уже заляпывается. Чистил, чистил, а он заляпывается. В общем, друзья, вот такого результата мне удалось добиться. Нож прикольный, интересный. Ему 10 лет. И я думаю, что ближайшие 10, 15, 20 лет он отлично послужит своему хозяину. Это был канал Миклуха Макфлай, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok